В основном-то можно без мата обойтись. Сейчас просто стали капитализироваться на мате. Когда стали капитализироваться на мате в театре, ну, конечно, куда это горит? Бывают действительно постановки и даже в кино бывают такие фрагменты, такие кадры, что без использования нашего великого русского мата они не будут настолько полноценно звучать и не будут настолько доходчивы для зрителя. Ну, вообще, для меня показатель того, что человек ругается матом, это недостаток какого-то образования. Фаина Раневская иногда употребляла подобные словечки, но она это делала высоко искусно и очень интеллигентно. Мало кто умеет употреблять матерные слова к месту и очень изысканно. В большинстве это ассоциируется с невежеством. Если это не просто для красного словца, если действительно эта фраза имеет место быть и без нее разваливается, вываливается сам сюжет и сама основа, да, содержание, тогда, я думаю, что можно разрешить, опять-таки, ссылаясь на то, что в зале должны быть только взрослые, чтобы всячески детей оградить от вот этого русского языка. Культура в некотором смысле потеряет, конечно, в некотором смысле потеряет, потому что существуют там великие произведения немысливые и без мата. Но, с другой стороны, есть то время, когда можно показывать эти вещи, там, после двенадцати, после часа и так далее. Все равно это часть нашего языка. И, может быть, ограничение – это хорошо, но как культура все равно она не уйдет никуда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok